Красивый заснеженный двор в Александровском районе. Здесь в 37-м доме по улице Троицкой живет Михаил Иванович Сологуб. Мужчине уже за 80, но выглядит и держится бодро. Несмотря на то, что уже несколько месяцев не может нормально ни умыться, ни помыть посуду. Горячая вода в квартире пенсионера пропала в конце лета. Занимались люди испытанием системы. И после этого испытания вода исчезла. Значит, до того была вода, а потом нет. Соседи мои, соседки, говорят, я был в селе. Они говорят, что якобы, когда меняли трубу канализации в подвале, то у них исчезла вода. Теперь мужчина греет воду в кастрюле. Ну, соответственно, в ванной тоже нет воды, да? Нет, нет, значит, приходится кастрюлями греть на плите. А щенчик мотает. По словам Михаила Ивановича, он уже сбил все ноги, бегая по всевозможным инстанциям. Был и в основании, был и в нашем городе. Везде ответ один. В скором времени проблема решится. Но время идет, а горячей воды нет. В конце концов, мужчине сказали, проблема в магазине, который находится в цокольном этаже дома. Все трубы проходят через торговый зал. Еще, когда я был в этом КП нашего района, то мне девчата говорят, что там уже раздолбали. Вот, значит, еще немного, там сварка, там все, и будет порядок. Ну, порядка нет. Я связываюсь с начальником территориального отделения коммунального предприятия «Наш город» Игорем Назаренко. По его словам, коммунальщики готовы устранить неполадку в течение суток. Но магазин не дает доступа к трубам. Владелец не разрешает разбирать стену. Получается нестыковка. С одной стороны, мне говорят, что работы уже начались, с другой – нет доступа к трубам. Социальный патруль идет в магазин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы опять телекомпания. Можно с самым главным начальником поговорить? А его нету. А вы кто? Я продавец. Продавец? А как бы связаться с ним? Ой, ну его сейчас нет в городе. Продавец согласилась показать нам фронт работ коммунальщиков. В соседнем зале разобрана облицовка стен, кирпичи выбиты, в нише видны трубы. Частью ржавые, частью новые, пластиковые. Говорит, представители подрядной организации, которые выполняли работы, трубы отремонтировали, но за собой не убрали. Чтобы понять, что на самом деле происходит с трубами, я обращаюсь к начальнику абонентского отдела нашего города. Андрей Леонтьев звонит в Александровское отделение предприятия. Насколько у меня появилась информация, магазин дает доступ. Да, да, точно. Прошу оперативно решить вопрос, чтобы этот вопрос был закрыт. Магазин дает доступ, по моей информации. Прошу оперативно решить, что я должен сегодня. Скоро выясняются подробности. Через магазин проходит несколько стояков. На одном из них, который мне и показывали, работы сделаны. Но из-за того, что стену подрядчики не восстановили, к другому стояку владелец помещения действительно доступ не дает. И это одна из немногих проблем, которые остались в этом доме. Мы буквально месяц назад здесь восстановили полностью канализацию по дому. Была скачана вода, подали горячую воду. Но у нас возникла проблема по одному стояку, именно по этой квартире 40. В нежилом помещении магазин есть такой «Атлант». Директор магазина не дает доступ к вскрытию ниши, чтобы можно было добраться до труб. Директор магазина «Атлант» мотивирует тем, что вскрыта ниша, с подвала бегают крысы, могут попортить товар. И он не дает доступ в другой комнате для вскрытия ниши, для выполнения работы. Пока вот эту нишу не заделают, но он не заделал новую сторону. По словам Игоря Назаренко, подрядная организация от выполнения работ фактически самоустранилась. Есть такой у нас подрядчик в Александровском районе. Это фирма «Завод светопрозорых конструкций», который взял на себя обязательство обслуживать и оказывать текучий ремонт по Александровскому району. Как раз этот дом закреплен за этой подрядной организацией, работы сделали, но нишу не восстановили. На данный момент фирма телефона не реагирует, на контакт не идет, работы уже в течение двух недель не выполняют по нашему району. Игорь Назаренко говорит, этот дом будет передан другому подрядчику. С директором магазина он будет вести переговоры, а горячая вода в квартире Михаила Сологуба появится до конца этой недели.